Продолжаем проходить Дюну 2. К сожалению, я немножко обознался, и Девиатор нам дадут только в следующей миссии, как и Соник Танк, в принципе. Нужно было, конечно, об этом догадаться. Пока что у нас есть только тяжёлая пехота, которую можно призывать пачками, но, понятное дело, что в этом толку немного. И я пока что подготовил два отряда ракетниц, которых я заказал из Старфорта, 4 штуки всего лишь-то, и осадные танчики. И, разумеется, два здания, готовые вот-вот поставить мне сразу же пачку турели на вражеской территории. Ну, думаю, в принципе, нет смысла тратить лишь раз время на разговоры, это вся тактика, которую я показывал уже не один раз, так что нужно просто двигаться на вражескую базу и показывать то, как она будет работать в действии в очередной раз. Ну, если будет работать, естественно. Так, тут ещё червяки крутились вокруг, поедали моих ровестеры. Но, к счастью, эти проблемы удалось разрешить, хоть и ценой почти всех моих денежек. Ладненько. У нас ещё, кажется, осталось немножко-то свободного места на постройку турелей, так что мы вполне можем пока что садиться с противниками. У них, к счастью, базы оказались не слишком большие, но много турелей, к сожалению. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Аж семь турелей на одной долбанной базе. Это довольно-таки серьёзная... Эм... Серьёзная защита. Ну, и здесь тоже. Всего-всего шесть штук, но, к счастью, две из них можно просто игнорировать. Если мои сиидж-танки заблокируют по две турели вместе... Ой, тьфу ты. Вернее, по одной турели вдвоём заблокируют, как я это обычно делаю. И ракетницы могут спокойно расстрелять все здания и даже не трогать верхние турели. Такая вот у меня нехитрая тактика получается. Ладно, естественно, начинаться она будет всё равно с уничтожением всех вот этих вот гадюк, которые здесь торчат повсюду. Кстати, да, сиидж-танки отлично подходят для исследования местности вражеской базы. Один сиидж-танк спокойно обходит всю территорию, его только-только с трудом успевают убить, когда он уже обошёл практически всё и зашёл куда-нибудь там в тупик и так далее. Здравствуйте. Не ждали? А мы вот припёрлись, так сказать. Ладненько. Есть. Ну всё, за базу можно, конечно, не волноваться, пускай её ломают, если что. Самое главное, да, я его уже заранее заготовил. Мне ещё было главное, чтобы денег же хватило на всё про всё. Так, ну, ладненько. Турель номер раз. Турель номер два. И нормально. Осталось только дождаться, когда... Эм... Что-то мы как-то странно здесь выстроились. Ну ладно, допустим. Осталось только дождаться, когда... Эм... Подрастить эту территорию хорошенько от вражеских засранцев. Так, стоп. Это какую базу нам уже успели там повредить, пока я отвлёкся на секунду? А, понятненько. А вот, блин, а, сволочи. Тут же высадились. Я, конечно, не стал здесь обеспечивать серьёзную защиту. А зря, судя по всему. Ну, впрочем, ладно, ничего страшного. Хотя, это тупиковая ситуация получается. Блин, стою здесь время трачу, как идиот. Так, спамки ещё турелями. Ещё, ещё, ещё. Тьфу ты. Я просто сэкономил на защите базы дополнительных. Мне нужно было почаще тут турели расставить. Поближе друг к другу и так далее. Ну ладно, ничего страшного. Главное, чтобы сейчас, разумеется, преуспели в уничтожении вражеской базы. Так, основной, естественно. К счастью, она пока что здесь всего лишь одна. Потому что была же ситуация, когда было аж целых два... Эм... Два стройдвора у одной команды вражеской. Что, разумеется, тоже сильно может подпортить нам игру. Ну что вы там, долго будете шевелиться, нет? Слух почты, где-то турели, блин. Кошмар. Так. Надо было заготовить их побольше, разумеется, видимо. Ну всё. Теперь можно вполне начинать свою недооперацию. Правда, начинать, естественно, нужно с хвоста. Тоже было сразу догадаться это делать. Начинать распространять турель... Ой, фу, да. Начинать раскидывать танки с хвоста. Так они будут более кучно идти и их не снесут, если что. Так. Ну и, соответственно, так, как я запланировал в прошлый раз. И главное, не забывать нацеливать их. Потому что сами танки, к сожалению, будут игнорировать... Эм... Все законы логики. Стараться стрелять не туда, куда надо, по стреляющему пути противнику. Разумеется, в строения какие-нибудь. Типа, это самая важная цель, что ли. Так, ладно. Стоп. Кто куда... Блин. Встали тут, я уже запутался. Ну ладно. Всё. Остальное снесение строй двора и всего остального, это уже вопрос, как обычно, времени. Ну, в общем, хорошая тактика, конечно, получается. Но, правда, довольно-таки затратная. Приходится довольно долго копаться и собирать ресурсы. Вон, вот уже всё огромное поле выгрызли и выстрелили уже. Всё как сыр прямо в дырках. Красотища. Так. Минус одна турель. Так, хорошо. Мы уже успели танк потерять? Нифига себе, какие быстрые. Тьфу ты. Я надеялся без потерь пойти, но, похоже, нет. Так не получается. Так дела не ведутся. Ну, впрочем, ладно. Пускай стоит здесь и стреляет по радарчику. Есть. Миссия выполнена. Теперь можно сосредоточиться на более... ...обычных целях. Но противников, к счастью, пока что тоже никаких особых преимуществ над нами нету. Они время от времени присылают на нас ракетницы. Но, понятное дело, что ракетные турели легкости не исправляются. Так. Ну, у нас, к счастью, тоже не самая плохая ситуация. И отсутствие ракетницы в нашем машинном дворе тоже, в принципе, ничего не меняет. И не мешает нам спокойно проходить. Опять-таки, благодаря Старпорту, в котором еще и можно по дешевочке иногда приобрести ништячки. Так. Ну да, боюсь, что мои отряды теперь не шибко способны остаются к... А, так мой танк стырили, чтобы починить. Тут даже думал, куда он исчез-то на это внезапно так. Так, ладненько. Сейчас это гадюка наверняка пытается нас атаковать, так что нужно защитить заранее мои ракетницы. А то они у меня здесь прям как хрусталь буквально. И по цене, и по хрупкости. И по редкости. То придется заново их заказывать. Геморройный процесс. Который еще может не сработать, потому что там много юнитов все равно не заказать. Даже если у тебя есть свободные слоты для постойки юнитов. Они там просто ограничены, как товар на рынке. Так, стоять. О, они что-то теперь еще сюда будут подвозить каждый раз. Хе, вражеское подкрепление. Гениально, конечно. Ну все, с делами разобрались. Так, ладненько. В принципе, все. Все, что стоит теперь сделать, это просто выстроить все свои машинки обратно в правильном порядке. И приготовиться к штурму второй базы противника. Там, естественно, начинать с тех же самых действий. Так. Лишь бы еще денег хватило на все про все, блин. Значит, посылаем MCV. Сразу же застраиваем там все, что можно. Благо, что противники тут ползают такими пачками, что, конечно, не стоит лишний раз рисковать. Хотя, в целом, защита довольно слабая. Видимо, потому что противники полагаются больше на свои пушечки. Так. И все здания отлично протухают. Хотя боюсь, что они сейчас перестанут протухать. Потому что, скорее всего, тут хватит, наверное, двух винтапов. Это вот раз, два, три, четыре, пять. Это вот один винтап занят на турели все. И второй. Так, раз, раз, раз. Ну, хотя, да, по сути, не хватит тут, скорее всего, им. Значит, они будут протухать дальше. И мне это, разумеется, только на руку. Так, 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 так. Не тупить, не тупить, не тупить. Моя главная цель это, естественно, сейчас... Так, построить все, как полагается. Так, успел, хорошо. Ну, и как обычно, все. Раз, готово. Обожаю делать это вообще, в общем-то. Такой забавный процесс и приятный. Приходишь на вражескую базу, как к себе домой, располагаешься с удобством, наливаешь чай и радуешься. Так. Ну, без чая, только, конечно же. Не могу одновременно говорить и жрать. Хотя это было бы, наверное, более полезно в плане моего летсплея, если бы я говорил и жрал. Хорошая идея на самом-то деле. Так, ладно. Озвучка немного скомканная, все-таки там. Как-то обрывается фраза слишком рано. Может быть, так действует... Так следует оригиналу. Ну, не знаю, в общем. Ладно. Все равно, конечно, это интересная идея была. Озвучить пару фраз, которые присутствуют в игре. Хотя они смотрятся уже не так... Звучат уже не так эпично, как в оригинале, все-таки. Если сравнить, например, с озвучкой запуска аркеты смерти. Вернее, руки смерти. Так. О, да, отлично. Как раз иди и поводю и там... Прикантуй, может быть, там, переколбась микросхемой. Может, поможет чем-то. Так. Ну и все. Еще две турели, и мы уже, считай, боги здесь, в этом месте. Так. Все. Итого у нас осталось семь танков практически в идеальном состоянии, что весьма неплохо. Ну, почти все практически в идеальном состоянии. Так. Ну, тут, разумеется, уже чисто не так уж важно, что именно разносить. Главное, разумеется, вовремя блокировать все турели, эти проклятые. Хотя тут тоже все не так легко. Вот эти турели, например, отдельные тут только защищать будут. Хотя вот эти две как раз-таки бесполезные. Бесполезные. Беззащитные. Значит, все должно сработать нормально. Надо придумать название своей тактики, наверное. Хм. Что-нибудь вроде тактика хаоса. Как получится, так и получится. Или безрассудство. Или просто тупости. Или лени. Ну, ладно. Ладно. Получается, в принципе, неплохо. Хотя, понятное дело, что если бы я играл во что-нибудь более тяжелое, типа Warcraft 3, я бы так просто не отделался. Ну, впрочем, ладно. Все равно, многолетний опыт игры даже с читами так или иначе позволяет лучше понять игру и ее баги в том числе. Но в следующей серии мы уже все-таки сможем немножко повривать с девиаторами. Я надеюсь пока мирно это. Так. Я бы, конечно, еще танчики построить. У меня тут еще прикрытие стоит, которое, разумеется, уже не нужно на базе. Можно их будет спокойно сейчас отсылать. И все вместе пускай повоюют. Можно вообще посразу, конечно, все турели заблокировать танками. Их, в принципе, должно хватить на это дело. Ну, посмотрим. Сначала уничтожите эти две турели, потом уже все остальное. Так, все на месте, встали тут. Так. Раз. Два. Так, блин, не то, не то, не то. Три. Четыре. Блин, на протестанк стоит один. Долбанный. Ну, ладно, мы на него напустим еще целых три отдельных танчика. Пускай они вместе его поломают. Наполняй. Туши. Наполняй. Туши. Наполняй. Туши. Туши. Наполняй. Ну, вроде пока что неплохо получается. Туши. Наполняй. Правда, мне кажется, хровейстер немножко подъели. К тому же меньше осталось. Ну, как раз из-за червяков. Я их не стал восстанавливать, ресурсов у меня не так много накопилось. Главное, что хватило на постройку всей базы, разумеется. И на орды этих летающих идиотов бесполезных. Которые помогают один раз из десяти тысяч, блин. Так. О, хорошо справляются, однако. Так. Ну и, соответственно, сейчас сразу же стоит послать всю эту орду на делу. Ой, блин. Хотя боюсь, что они успеют. А мне же, скорее всего, сейчас сами без меня все интуитивно понаделают, понатворят, так сказать. Правда, это вот гадюку довольно тяжело будет снести. Ладно, пошлем отдельно сюда отряд моих танчиков. Так. Значит, двое сюда. Двое сюда. И нормально. И двое сюда бы послать, конечно, но боюсь, что их тут расхреначат немного. Хотя чего парочка уже конец миссии, в конце концов. Все достаточно просто получилось, и мы хорошо сработались. Так. С моими хрустальными ракетницами, естественно. Куда же без них. Так. Здание протухшее и снести их, это, разумеется, дело пары секунд. Если бы, конечно, наши эти тупилища стреляют куда мне надо, а не им самим. Ох, дебилизм. Ладно, можно уже, в принципе, начинать просто хаотичную атаку по всему, что возможно. Так. Только нужно зайти вот с этой стороны, я так думаю. Ой, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Блин. Тут прыщ оказался. Ну ладно, прощай. Минус один несчастный танк. Крутой, прокачанный, пожертвовавший своей жизнью ради того, чтобы открыть еще пару тысяч единиц спайса. Так. Это вот тоже великая цель, по-своему, если так подумать. Так, ну ладно. Просто уже палить во всю вокруг буквально. Так, справились, молодцы. Придом, что один танк все-таки сожрал эту турельку. Так. От этого, слушаю, выполняю, конечно, в ушах. Гром гремит, блин. Ну ладно. В общем и целом, конечно, осадные танки рулят, ничего не скажешь. При их быстроте и прочности они очень хорошо разносят вражескую базу. Их тут же пытаются растащить на детальки. Списать в хлам. Ну что, это же настоящие еврейские переносчики. Естественно, они тут же стараются вынести всю ненужную технику, чтобы ее тут же разобрать и продать. Ну и ладно. Неплохо справились в целом. При минимуме ресурсов уже совсем. Ладно. Надеюсь, наш долбанный ментат будет доволен в какой-то веке. Отличная работа, сказал он с таким злобным лицом. Успешная военная кампания на дюне приносит нам огромные прибыли. Влияние дома ордосов возрастает с каждым днем. Продолжай в том же духе. Я эту фразу уже слышал от Кирилла. Ну что, копируйте друг друга или что? Может у вас блокнот есть с фразами общими? Так. Начальник связи снова. Ну неплохо. Другие снова, естественно, побиты. Я обратил внимание, правда, на одну прекрасную деталь. Деталь техническую. Не только у меня один Харвестер остается... Вернее, не только мне будут присылать только один Харвестер, но и противникам тоже. Слай Миленей... Хм... Допустим. Ладно. Не знаю, как это точно переводится. Неизговорчивые Харконнены продолжают в этом регионе свое отчаянное сопротивление, и поэтому должны быть раздавлены. Сокруши их, хваленных наемников, и они в испуге побегут плакать со своим уродливым мамочком. Какой, однако, злобный, однако, наш... Однако, еврей, однако. Девиатор заставляет врагов временно перейти на твою сторону. О! Ну, наконец-то! Ха-ха! Поразвлекаемся хорошенько. Если, конечно, еще удастся его построить. Это, естественно... Используй это могущественное оружие. Так это не оружие, это просто краска. Ну, ладно, допустим. Так, естественно, нужно будет сначала построить еще завод высокой технологии и так далее. Но, разумеется, просто укрепиться на месте, чтобы хоть какой-то смысл что-то из этого всего делать. Так, ну, ладно. Интересно, влияние ордосов, значит, повышается, он говорит. И огромные прибыли привозят и так далее. Ведь, наверное, какое-то маленькое поражение в этой победоносной войне, наверное, вряд ли можно что-то изменить, не так ли? Ну, я на это надеюсь. Он не будет же сильно злиться. Ты не мог выбрать для своего поражения более неподходящего момента. Да и все моменты пробую буквально. Не все неподходящие, судя по его реакции, блин. Ну, ладно. Как можно говорить о высоком положении и экономической мощи дома ордосов после такого бездарного сражения? Ну, по крайней мере, теперь он не назвал меня тупицей. Это уже значит что-то нормальное. Я, видимо, выбрал все-таки правильный момент для поражения. Ладно, ничего страшного. Попробуем еще раз. Но, по крайней мере, нам сразу же спалили, куда летят враги. Нам нужно смотреть точно наверх, хотя это, в принципе, так очевидно. Кстати, сама структура этой карты довольно-таки забавная. Обратите внимание, что мы появляемся в глубине плато. И внизу у нас находятся пустыни, хотя обычно бывает строго наоборот. Но нет, противники находятся где-то наверху, скорее всего. И можно спокойно застраивать всю эту гигантскую территорию и так далее. Можно строить турели хоть здесь, и противники вообще никогда не смогут подойти даже к моей базе. И будут издалека расстреливать без лединовой царапины. Ну, гениально, что ж. Это уже форном, так сказать. Я рад, конечно, такому факту. И 2000 рубликов тоже намекаю, что нам предстоит сейчас хорошая такая битва. Ну, благо, что у нас есть хорошие танчики, нас теперь, естественно, не снесут. И начальный этап пройдет более-менее гладенько, я так думаю. Ну, хорошо, посмотрим. Так. Думаю, тоже можно с самого начала спокойно себе понабахать. Три штуки очистных заводов. Наверное, это сможет мне помешать построить все остальное и защитить свою базу от врагов сразу же. Ну, в общем, чтобы побыстрее обеспечить себе приток хороших ресурсов, разумеется. Только вот единственный момент, что я не уверен, что тут нет червя какого-нибудь долбанного опять. Или не тут, а на юге немножко. Вообще, нас, конечно, высоковато поместили все-таки. Так, ладно. Сразу же Старпорт, главное, доступен. Интересно, сможем ли там все доказать или нет? Ну, неважно. Так. Сразу же третий завод и посадят еще один ветряк. Денег все равно, к сожалению, мало и ни на что не хватает толком-то. Но пока противники нас не видят и не забалят, если что, не вылезут ракетницы, мы, конечно, можем спокойно накопить как минимум одну пачку Харвестеров, вернее, Спайс из одной пачки Харвестеров, и уже спокойно отстроить все остальное. В общем, халява пока что идет. Хотя карта действительно какая-то совсем маленькая. Вон, буквально в двух шагах от нас находится где-то вражеская база здесь. Недалеко. Или, может быть, две базы. Хотя, конечно, тут все равно даже в конце игры бывают еще карты, где находится только одна база вражеская. Общая, зато здоровенная. И от этого, разумеется, только тяжелее будет ее проходить. Оно и понятно, самая крутая база, может быть... Ну, посмотрим, в общем. Нужно, конечно, мотать себе все это, так сказать, на ус. Значит, здесь где-нибудь надо построить завод техники. И как раз будет отлично понастроить тут турели по углам. Они будут спокойно всех расстреливать издалека. Ну и здесь тоже парочку турелей, которые будут добивать самых живучих. Интересно, а девастаторы у них уже есть или нет? Вроде девастаторы тоже слишком охренительная техника. Она должна появляться не так рано. Так, в общем, черт его знает. Разумеется, радар строить и так далее. Все как обычно. И тут же большое вкусное, аппетитное поле спайса жирнющего. Можно здесь не одну десят... Не один десяток тысяч, наверное, нагрести на всем этом здоровенном поле. Ну прям какая-то халява такая, что я уже начинаю опасаться. Не будет ли здесь подвоха. Дворцы с ракетами появятся только на следующей миссии, к счастью. Так что можно этого не волноваться. Ну и у нас, понятное дело, дворца вообще не будет смысла строить. Насколько я знаю, у нас у ордосов есть всего лишь какой-то жалкий диверсант. Который еще и как-то некорректно работает конкретно в мигдрайвовской версии вроде как. Потому что я сколько ни послал того засранца, вот у него толку вообще никакого нет. Перезаряжается он тоже не очень-то быстро. Ну в общем, ладно, посмотрим. Может быть просто, чтобы показать, я построю, конечно же, дворец. Но в финальной миссии я лучше не буду тратить на него место лишнее. Лучше поставить какую-нибудь полезную турель, которая будет больше толку, чем от всей этой хренотени. Так, ну и все в принципе. Пока что копим, копим, жрем. И как обычно в принципе ничего особенно нового пока что не будет, видимо. И все еще продолжаю там спаунить здесь пехоту тяжелую. Ну зачем, это уже седьмая миссия, это уже близко к концу игры. Я конечно знаю про некоторые интересные баги, связанные с Девиатором. Например, можно, если захватить в плен противника временно. И взять его на указание, так сказать. То после того, как он перекрасится, его можно отправить на вражескую базу. Он пойдет, уже перекрашенный, будет долбить собственное здание. Никто ему не может помешать, естественно. Я не в курсе, работает ли это для мегадрайвовской версии. Потому что я только читал про это дело. Я сам еще ничего не тестировал подобного. Если это сработает, это будет просто идеально. Я таким образом смогу без проблем вынести абсолютно любое здание. Просто один раз метко стрелю в Девиатором по нужной машинке. Ну если, конечно, эту машинку-то у нас свои же случайно не порвут. Так, ну все вроде как. Ракеты и турели уже доступны с самого начала. И теперь можно сказать, что мы полностью обеспечены всем необходимым. Стартер пак, так сказать, имеется. Правда, точно не помню. Является ли строительство машинного двора триггером для переключения агрессии противников. Или как это еще назвать. В общем, моментом, после которого они начинают посылать на нас свои танчики. Или нет. Что-то было, по-моему, такое у меня в голове. Вспоминаю просто, но не могу вспомнить. Так, ну ладно, может мне просто кажется. Где-то здесь подальше лучше поставить. Чтобы уж точно не дотянулись своими загребущими лапами вблизи. Вернее, издалека, чтобы не дотянулись ракетницы долбаные и так далее. Тут же еще, вон, земля есть. Может, тут тоже понастроить что-нибудь. В общем, не карта, а сплошная какая-то благодать. Прямо-таки манна небесная. При том, что это у Атрелиса была самая первая карта в игре. Естественно, она была гораздо меньше размеров, чем здесь. Ну, впрочем, чему-то возмущаться-то. Так. Значит, поставить вблизи пару турелей, естественно. Ну, разумеется, нужно стараться вообще не превышать сильный лимит. Потому что мне это понадобится потом, чтобы выстроить на вражеской базе пачку турелей и так далее. Там все равно, если выстроишь меньше четырех, то их атака, если можно так выразить, так или иначе, все равно захлебнется. Так. Гениальный стратег выражает свои гениальные мысли, постоянно сбиваясь и заикаясь. И картавя. Ну, впрочем, ладно. Тут, конечно, уже очевидно, что мы более-менее нормально сможем здесь закрепиться и спокойно удержаться. Други смерти у врагов нет. Даже если у них там есть какие-то девастаторы уже. Я не помню, появляются они у них или нет в это время. В любом случае, они нам уже не будут помехой. Мы все, что угодно, здесь остановим. Так что, пока что, разумеется, будем, как обычно, копить ресурсы, открывать карту и заниматься прочими вещами. Еще раз извиняюсь за то, что я все это дело пропускаю, просто это не такая уж веселая часть игры. Гораздо веселее записать просто сам процесс атаки. А подготовка к нему, это уже отдельное геморройное дело, не такой интересный и слишком сильный растягивающий процесс. Наверное. Так. Ну, в любом случае, что мне нужно поставить? В принципе, как обычно, наверное. И ракетиться тоже нужно заказывать, поэтому так или иначе придется строить все эти аэропорты и так далее. Хотя, при желании, конечно, если очень хочется сильно сэкономить, можно снести собственное здание, к примеру. Правда, я, к сожалению, не получу за это компенсацию в размере его почти полной стоимости. Но, тем не менее. Если уж такая ситуация возникнет, то почему бы и нет? Так. Что я туплю, блин? Нужно хоровейстер же строить, разумеется. И деньги на полу не валяются. Ну, хотя, как сказать. По идее, мы их с пола и собираем здесь так-то. Собираем мусор, перерабатываем. Если бы, точнее, не мусор, конечно, а дерьмо личинок червей. Но кого это волнует? Главное, что это съедобное это дерьмо. Да уж. Прикололся, конечно, создатель этой вселенной. Ничего не скажешь. Ну, ладно. Можно послать уже кого-нибудь в разведку, не знаю. А то прям такое молчание от противников. Задержанное. Такое ощущение, как будто либо мне готовится какая-то особенно серьезная пакость, либо карта просто будет действительно сложной. Сама по себе. Или же просто я параноик, и все тут, на самом деле, гораздо проще. Еще бы главное не построить турели там, где не надо. Ну, в общем, да. Три штуки здесь и вон там. Все остальные будут строить на севере. Пускай они задерживают противников издалека. Эх. С Соник-танками, конечно, было гораздо лучше. Ой, блин. Ну вот. Заболтался я и перегрузил всю свою систему. Кстати, вот. Можно показать, как выглядит перегрузка. Вот таким вот красным значком и выключением радара. И постепенным протуханием зданий. Естественно, нужно стараться это сделать все заранее, прежде чем здания начнут протухать. Это начнет не сразу же. Начинается не сразу же, но все-таки. Так. Еще одно сразу же здание. А вообще, лучше, конечно, застраивать полностью все очистные заводы. Нужно было сразу об этом догадаться с самого начала. Потому что наши переносчики их спокойно перевозят куда надо. И, кстати, да. Я совсем забыл. У нас везде здесь появляются наши птицелеты. Которые при желании можно использовать. У Харкорнов птицелетов нет. Ну, впрочем, толку-то от них, опять-таки, если подумать. Абсолютно бесполезная хренатень. В целом. Так, ладно. Наверное, надо строить что-то более актуальное пока что. Например, девиатор. Ну а что, почему бы и нет? Можно же захватить вражескую единицу и тут же послать ее обратно к ним на базу. Но пускай разведывает там бесплатно, считай. Девиатор, к сожалению, перезаряжается довольно долго и стреляет всего лишь одной ракетой. Которая срабатывает далеко не всегда. Даже если попадет вплотную буквально в башку противника, она все равно может не сработать, к сожалению. Так, ну ладно. Рассрабатываем на всякий случай. Все-таки птицелетиков. Так, вот он. Вот он, наш красавец. При этом он почему-то зелено-белый какой-то камуфляж под Арктику. И находится в пустыне. Тоже арктическая какая-то. Как будто на леднике плавает. В чем прикол этой расцветки, даже не знаю. Впрочем, то же самое с Райдер Трайком. Он тоже почему-то на белом фоне. Они что, там на Луне летают или что? Здесь же нет вообще никаких подобных арктических зон. Здесь полностью нормальный такой климат. Тепленький, судя по всему. Раз тут спокойно живут себе червячки. Да и что ж там тепленький? Тут жаркий климат на самом-то деле. Тут невозможно выжить на самом деле. Обычным людям, так сказать. Их не подготовлен так хорошо, как фримены, например. Ну вот, посмотрим. О, смотрите-ка. Понаехали тут же. Ну, разумеется, как я и сказал. Нужно не просто задеть, а попасть точно в цели. Желательно, причем не одним девиатором стрелять, а как минимум двумя. Да уж. Ну, в общем, понятно. Все-таки противники будут приходить именно тогда, когда их пришлют сюда на транспортнике. Мне, кстати, тоже надо строить транспортники сразу же. Стоп, они называются самолеты? Ну, допустим, ладно. Хотя, кореол, это перевожу все. Если буквально переношу все. Так, ну ладно. Фиг с ним. Над мозги все равно здесь много чего по-своему перевели. В том числе и описание к миссиям и так далее. Ой, у меня ресурсы закончились. Что там с хоровестерами было? Раз, два, три, четыре. Я забыл один хоровестер построить. Так, мне кажется, там червяк промикнул. Прямо-таки увидел какой-то холмик, пронесшийся. Или, может, у меня уже паранойя просто совсем. Так, ладно. Нужен еще один хоровестер. И после этого еще один девиатор. И будем спокойно здесь шамалять по противникам красочкой. Это вроде как нервно-паралитический газ, насколько я знаю. Фиг знает, как он просачивается через все эти танчики. Так, быстренько и легко. И в этом не распространяется больше никуда. Ни на что. Вот, отлично. Получились все спокойные в распоряжении. Кладик и сразу же отправим его на базу противника. И давайте-ка, наверное, сразу же протестируем тогда, сработает ли этот прикол. Используя, если что, быстрое сохранение. Так. Протестируем, можно ли сделать этот интересный фокус. Ага, девастаторы. Нет, к сожалению, не успел. Не дотянул. Так, ладненько. А девастаторы это уже более серьезная угроза, конечно. Нужно с ними издалека и заранее разбираться. Эм. Эдч, общий за прикол. А, понятно. Нам подкрепление принесли сюда. Внезапно. И противникам тоже одновременно с этим. Ну, допустим, ладно. Так. Хотя, в принципе, ладно. Пускай они стоят здесь шеренга, эти турели. Они, по крайней мере, вместе будут очень хорошо атаковать этих сволочей. И, кстати, да. По девятерам очень выгодно стрелять по девастаторам. Использовать их, конечно, смысла особого нет. Да и не получится в целом. Зато, если перекрасить девастаторы, можно его тут же спокойно взорвать. И, в общем-то, бескровно, считай, победить здесь. В этом столкновении. Хрязь. Тем более, вот такие красивые взрываются. В том числе и больно. Эм. Ах, ты ж какой гад, а. Смотрите-ка, у них тут еще тут есть, оказывается, что-то интересненькое. Оттуда тоже пугут враги. Значит, все-таки две базы у них. А я немножко затупил. Ну, впрочем, ладно, ничего страшного. С этим все мы тоже рано или поздно разберемся. О, перекрасили и тут же расстреляли обратно. Так. Эй, куда вы придетесь? Смотрите, какие борзевшие, а. Пошел как к себе домой, скотина. Это я должен ходить как к себе домой, а не вы, блин, бессовестные вроды. Так. Ну, ладно. Что-то, конечно, немножко расслабился тут, видимо. Противники просто ходят здесь как хотят и игнорируют абсолютно все. О. Остался человечек за то. Ну, ладно, пускай стоит. А, стоп, так это была вражеская пехота, что ли? Фу ты. Вот тоже начинаются такие моменты, когда из-за девиатора ты все время путаешь, кто же у тебя на базе стоит, твой или чужой? Да уж. Ну, впрочем, ладно. На этом мы, кажется, остановимся как раз. Самое удобное время для этого. Ах да, нужно же еще построить этот ремонтный завод, где-нибудь здесь запилить его и окружить тоже. Ну и так далее. Нам еще много чего нужно построить, а местность, однако, тут не такая уж и большая, как мне показалось сначала. Да, действительно. Ну, впрочем, ничего страшного. Как-нибудь территорию освоим, распилим и откатим. И так далее. Ладно, скоро продолжим. Тут еще нужно защищать харвестеры свои от этих козлов чертовых. Ну-ка, может быть, девиатор мне в этом деле поможет. Ну-ка, товарищ, попади-ка метко одним ударом точно в этого гада, чтобы можно было избавиться от этого долбанного охранника базы. Я так понимаю, что это он и есть. Ну-ка. Ну, блин, косорелый идиот. Кто вас там воспитывает и учит стрелять, блин, кретиная? Ну, ладно. Странно, что ракетница почему-то сдвоенная, но стреляет только одной ракетой. Как-то это глупо, что ли? Почему? Ладно, разберемся, что там к чему. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ